Тоник вот как раз восстанавливает кислотно-щелочный баланс кожи и становится проводником для того, чтобы последующие наши этапы, а дальше мы можем использовать витаминки, либо там лосьоны, эмульсии, то есть все необходимые микроэлементы необходимые для кожи, чтобы они как можно глубже проникли, нам нужен тоник. То есть тоник это проводник, поэтому мы его обязательно используем утром-вечером. Запомнили? Дальше. Дальше у нас вот тут уход за кожей вокруг глаз. Так вот, следующий этап. Ну, естественно, что уход за кожей вокруг глаз, вы знаете наверняка или догадываетесь, что это особая зона, она требует особого внимания, особого подхода и особенного средства, более легкого, мягкого, потому что у нас здесь нет совсем подкожно-жировой клетчатки, и кожа, она подвержена быстрому растяжению, да. Если вы отекаете, у вас вот эти отеки, вот эта вот вибрация кожи, то растянулась, то растянулась, то растянулась, то растянулась. То есть чем вы старше, тем она не успевает восстанавливаться, и вот это у вас все начинает обвисать, да. Поэтому крем для кожи, а у нас шикарнейший крем с пептидами. Пептиды это вообще одно из последних таких разработок косметологических, которые восстанавливают увлажненность кожи на всех уровнях, и они, пептиды, они сами определяют, что кожа нужна, и работают вот именно по значению. То есть пептиды это вот просто ноу-хау последних лет. Если в косметике есть пептиды, это считается очень крутая косметика. И нашу всю косметику, вот это действительно косметика нового поколения, и просто отнести к фармацевтике, это грань фармакологии, да, и косметологии. Вот к фармацевтике, которая работает именно на внутренних слоях кожи, я дальше вам покажу. Дальше, если девочке 30+, да, то пора, смотрите, следующий этап, это у нас увлажнение и защита. Но я остановлюсь на том, что вы, например, знаете, что все процессы в коже, в нашем организме с возрастом замедляются. То есть в нашей коже есть коллаген, и эластин, и лунная кислота, и вот все, что в молодом возрасте, да, в молодом возрасте, если вы посмотрите на молодую, здоровую кожу, 17-20-летнего там человека, у девочки, у мальчика, у юноши, вы увидите, насколько она гладкая, она плотная, она вся ровная, да. То есть организм наш молодой все умеет вырабатывать. И вот еще в 1963 году ученый-дерматолог из Пельсильвании доказал и объявил это всему миру, что неважно, сколько кожи, подкожно-жировой клетчатки и жира, который вырабатывает эта подкожно-жировая клетчатка, важно, сколько влаги. Поэтому наша задача увлажнять, увлажнять и увлажнять. Вот, вот я сейчас немножко переключусь, потому что есть один, и вернусь потом, чуть позже, да, вот мы с вами остановились, мы прошли вот этот уже глаз, и сейчас, как бы, немножко застряли на увлажнении, и я сейчас вот немножко остановлюсь здесь. Почему? Потому что мы сейчас ждем лето, да, лето у нас жаркое, очень активное. И посмотрите, я уже пугала, не Рудольщик сказала, что она это как напугала, что вообще с нашей кожей происходит, но я еще раз хочу вас напугать. Чтобы вы понимали, и чтобы вы знали, что солнце, на самом деле, особенно в этом, в это лето, это сильный враг, просто в этом году сильнейшие солнечные вспышки, и что делает солнце с нашей кожей и вообще с нашим организмом. Вот, смотрите, каждый летом внутренние свои кожи обезбоживаются, опоры увеличиваются, и вот такое печеное яблочко мы можем получить по итогу. Итак, особенности летнего сезона, естественно, у нас больше загрязнений, больше засаненности, поры забиваются, и больше излучения. Смотрите, у нас есть с вами три вида ухо-хо-хо-летовых лучей. Лучицы, они очень короткие, и их содержит озоновый слой. На самом деле, это самые страшные лучи, которые убивают все живое на земле. Ну, вот этот зонный слой их задерживает, но вы знаете, что у нас есть зонный выбирает. То есть где-то эти лучи все-таки пробиваются, лучи С. У нас есть с вами лучи А и лучи Б. Вот смотрите, вот видите, слоеный пирог, да? Вот самый нижний слой, так и гиподерма, это как раз тут подхожно-жировая клетчатка. У каждого человека она имеет свою толщину, ни у кого не бывает одинаковые подхожно-жировые клетчатки, а есть и глиц, у которых ее вообще нет. И вот смотрите, лучи А, они до самой гиподермы, до самой подхожно-жировой клетчатки пробиваются и уже разрушают все на своем листе. Это, естественно, и коллаген, и эластин, и вот все, да? Здесь у нас и кровеносные сосуды, и это капилляры, и капилляры, и кровеносные сосуды. Все это начинает разрушаться. Так, и у нас лучи Б. Вот лучи Б, они до дермы, да? То есть они как раз вот эпидермис проходят. То, что мы с вами друг у друга видим, это эпидермис, это ранговой слой. Вот, и лучи Б, они до гиподермы проникают, ой, до, простите, до дермы проникают. А в дерме сейчас, так, ну ладно, сейчас. В дерме у нас как раз и находится вот такой матрасик из гластиновых и коллагеновых болоток, который отвечает за упругой, гладкой и здоровой кожей. Вот, посмотрите, существует такой близнецовый метод, когда близнецов, да, сравнивают. Вот одна близняшка всю жизнь на Солнце, это Филадельфия, а вторая пряталась на Солнечка. То есть люди генетически, с генетическими одинаковыми данными, они по-разному, образ жизни у них разный. И посмотрите, что хочется, да, кто хочет, кто хочет, кто хочет, как та сестренка. Вот, видите, видите, какая фигментация, да, и посмотрите, сколько морщин уже у сестренки, которая не боялась Солнышка, которая не пряталась. Вот еще одни сестры-близнецы, возраст 71. Вот одна пряталась, а другая не пряталась на Солнечко. А вот это прямо коронная фотография, которая вот весь интернет уже обошла. Это мужчина-дайдобойщик, в течение 29 лет он регулярно совершал грузоперевозки, и левой стороной был всегда в Солнце. То есть правая у него в кабине, а левая... И вот посмотрите, что происходит с нашим организмом, да? Вот. И мы с вами подобрались... Так, где-то у меня еще была одна картинка, прохожу? Ладно, не буду. Чувствую, вы засыпаете. Вам интересно? Очень интересно. Хорошо, окей. Так, и подобрались мы с вами вот к тому типу, когда я хочу разрывать ваш шаблон, и мы будем сегодня подбирать по генетическому вашему типу уход за третий лист. Итак, у нас с вами существует 4 типа старения. Это деформационный, вы его видите, да? Мелкоморщинистый, мускульный и усталый. И я хочу вам сказать, что самый-самый такой распространенный у нас на территории бывшего Советского Союза это деформационный тип. И многие его могут из себя узнать, и все наши известные звезды, да, имеют вот этот тип. Я думаю, вы сейчас сами увидите, и не нужно, может быть, сильно даже и описывать этот тип. Ну, что характеризует вот этот тип старения деформационный? Вы видите брыли, вы видите бульдожье щечки, обвисание, да, обвисание тканей, это мешки под глазами, это обвисание вверх, ярко выраженная носослезка, носоглубка, второй подбородок, растание спины и шеи, как будто шеи нет. Видите? Вот такой сильнейший тос. Ну, это звучало, конечно, до практических операций, но, по крайней мере, все равно тип старения у нее такой. Черты лица раскрываются, и с воздухом появляются глубокие морщины. Вы даже можете свою фотографию в юности, и сейчас фотографию, и вы поймете, какой у вас генетический тип. Вот, известнейшая Катерина Денев, это тоже деформационный тип. Ой, как ее зовут, листерик? Да, лежит бордо, посмотрите, такой красивый овал был там в юности. И что случилось с возрастом? Явно не Дунтон Маклау, да? Так, не Дунтон Маклау. Вот. Ну, и давайте еще я поподробнее. Что необходимо этому типу старения? В этом типе старения очень много и мужчин, и много женщин. И это вот, это характерно вот нашими особенностями, именно генетическими, русскими, восточными, вот, ну, все, что тут на нашей территории. Я думаю, вы сами все видите и знаете про себя. Это, конечно, требуется бесконечный контроль веса, как говорила Майя Клисевская, не жрать. Лимфодренажные методики всего тела, лимфодренажный массаж лица, конечно. Антикуперозные кремы, потому что этому типу нарушения всей куперозной сетки очень, всегда сопровождается вот этот тип старения. И, конечно, антикуперозные кремы и лимфодренажные маски. Хочу вас порадовать, что в РСАК это все есть. Мы можем с этим, не то что бороться, мы можем это исправлять, да? Вот. Конечно, такому типу совсем противопоказаны инъекции, потому что инъекции это всегда отек, это всегда постозность дополнительная. Они и так, этот тип прекрасно отекает сам, без уколов, да? Да? Вот. Ну и, конечно, красивейшие женщины всего мира имеют такой тип. Ну и русские женщины, красивые русские женщины тоже часто имеют такой тип старения. Следующий тип старения, вы тоже многие из себя узнаете, тоже в процентном соотношении много. Практически каждый третий человек, мужчина либо женщина, имеет усталый тип старения. Я думаю, вы тоже видите разницу и тоже сможете определить. Не слышно, да? Тоже можете определить даже чисто внешне. Посмотрите, как опускаются уголки глаз. То есть, смотрите, как вы, как лицо все вспоминаете, есть, да? Вот оно встало встало. Какие холмы? Уголки глаз опускаются. Носокубные и носослезные борозды, синяки черные под глазами. Уголки губ тоже опускаются, брыли появляются. Вот такой вот тип. Утром проснулись, сделали макияж, вроде бы свеженькие. К обеду уже как будто на них вспахали. Все опустилось. Вот так вот работает этот морфотип. Усталый тип старения. И этому типу старения тоже требуется бесконечный контроль веса. Контроль питания обязательно. Нельзя кушать после 7 часов. Нельзя вообще слабкое, соленое. Увеличить белки, увеличить количество аминокислот внутрь и, естественно, снаружи. Да, это вот пептиды внутрь и снаружи. Это, ну, не аминокислоты. Рыба красная. Это очень хорошо... Все время, господи, звали курицу. У нас что? У нас мясо индейки. Мясо индейки просто на постоянной основе, потому что оно помогает вырвать алкологена. И оно абсолютно вообще безопасное и очень эффективное мясо для красоты. Обязательно легкий лимфодренажный массаж. Контроль на работу почек и сердца. Если вы видите такой тип старения, то обязательно нужно регулярно проверять сердечко и почки. Почему я так подробно говорю? Потому что у меня усталый такой тип старения. Усталый. И я, конечно, много-много знаю про этот тип старения. Ну, давайте еще посмотрим, чтобы вы могли точно определить. Внешне понятно уже, да? Моника Белучи, красивейшая женщина, да? Усталый тип старения. Посмотрите, какое лицо, какое мало лицо в юности. И как попало в лоб. Щечки, да? Устаются, как будто все лицо попало в них. Софи Марсо. Вот здесь тоже явно, как бы, какое уставшее лицо. Да? Вот Софи Марсо. Это усталый тип старения. Известнейшая наша английская принцесса. Кейт Митлентон. Тоже, видите? Как будто лицо даже немножко недовольное. Вот этот усталый тип старения он дает. Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, что по опыте тоже. На самом деле наше эмоциональное состояние влияет на выражение нашего лица и на наш тип старения. То есть, конечно, позитивное, такое внутреннее, да? Состояние на подъеме будет помогать вам сохранять молодость. Наверняка вы замечали, добрые, какие-то очень позитивные люди, они и долго, и молодые. А вот то, что какие-то вот неудовлетворенности, разочарования в жизни, недовольства, они дают вот такое лицо. Поэтому наша молодость и красота – это еще контроль наших эмоций. Вот еще раз, Моника, вы получите с другого ракурса. Вот здесь тоже видно, как она, уставший тип старения, да? Уставший тип старения. Так, ну и, наверное, следующий. Опять, мы что-нибудь не забыли? Ага. Переключите нам, пожалуйста, чтобы не идет. Вот. Любимейшая Майя Лисинская, королева балета, да? И у нее очень-очень видно, как галка морщин и эстетип стареет. Кто-то, может быть, узнал своих лиц, и кто-то, может быть, себя узнал, да? Смотрите, характерные признаки. Лицо как будто все испещрено мелкими морщинами. Они настолько могут быть мелкие, могут быть глубокие, но они даже не наползают друг на друга, эти морщинки. Это лицо до старости выглядит очень аккуратно. Красивая вам лица, личико маленькая, маленькая. Но у этого лица совершенно нет подхожной жировой клетчатки. Просто нет. Но, естественно, ее, наверное, тоже нет. И поэтому вот оно, кропеченое яблочко, вы помните ту картинку, да, кропеченое яблочко, я вам показывала? Вот оно вот так вот ухоживается к старости. Это наша жизнь на диету, действительно. Какой там жир? Она должна была тогда есть уже немножко. Ну, вот так. Итак, кисетные морщинки, да, пергаментная источенная кожа, щечки немного ввисают вниз, тонкие морщинки в зоне декольте. И что мы, конечно, рекомендуем этому типу, это увлажнение, увлажнение и увлажнение. Питание, питание, питание. И питьевой режим, питание кожи. Не курить. Такому типу нельзя курить совсем. Из-за того, совсем активный витамин А, много жира и воды. Нужно к этому типу. Так, давайте еще покажу, наверное, нашу эту картинку. Да, ну вот, мы видим масле детской молодости и масле детской уже в злевом молодости. И тут еще нормально, но тут уже крышу повел нас болеть. Ага. Так, ну, следующий тип у нас, это мускульный. Мускульный. Этим типом обладают все азиаточки, практически азиатки, женщины. На нашей территории мало женщин с мускульным типом старения, но много мужчин с мускульным типом старения. Ну, что характерно? Характерно для этого типа, конечно, такие упругие, крепкие мышцы лица и очень скульптурные лица, вот особенно молодости, очень скульптурные лица, как будто... Вот, кстати, вот все эти инъекции, они сейчас современные, они этого и добиваются, там, щеки наколоть, да, вот, чтобы вот это культурно все обтягивало, подставить щеки, поднять яблочки. Вот у мускульного типа старения как раз вот такое. Сейчас посмотрю немножко. Да, вы смотрите. Ну, по поводу какого, мне кажется, что она там вся из полота, да, или здесь? Ким Бессингер. Ну, нет, она сейчас, конечно, в поле, да, сейчас. Это, безусловно. Но здесь видно даже, что губы у нее, да, на полоте. Но все равно тип старения у нее вот этот азиатский мускульный, он, он хорош практически до самой старости. Чем он характерен? У него тоже очень мало подкожной жировой клетчатки, кожа скульптурно натянута, я повторюсь, и вот они долго за счет своих, за счет тонуса мышц, они долго-долго держат красивое лицо, но потом в этот момент это все рухнет, да, обвисает, потому что тоже мало влаги и мало подкожной жировой клетчатки, и оно все просто вот обвисает. Да, ну вот еще бывают комбинированные типы, когда деформационный, с мелкоморщинистым, или усталый, с мелкоморщинистым. Вот такие бывают комбинированные типы, и, может быть, вы у себя тоже найдете именно комбинированные типы. Так, ну, давайте я еще раз про кожу. Смотрите, чтобы вам было понятно. Строение кожи немножко вспомним, да? У нас есть, существует подкожно-жировая клетчатка, у нас есть дерма, именно в дерме, вот как раз матрасик, смотрите, вот матрасик из коллагена и эластина, вот он такой, видите, клетчатый матрасик, упругий. И чем старше мы становимся, вот, молекулы диалоновой кислоты, посмотрите, сколько их наличие эластина, как он разрушается, коллаген и эластин. Жировые клетки, смотрите, они могут быть сохранены, но на самом деле, собственно, там жировые пакеты тоже истончаются, и они сползают. Вот, и смотрите, вот там, где у нас родовой слой, вот так уже, которую мы видим друг у друга, родовой слой, и вот видите, это вот эти жидвины, вот эти жидвины, эти морщины появляются там, как раз, где матрас коллагеновых эластинных волокон уже просел, разорван и бы истончился. И вот он там как раз появляется морщинка. То есть, смотрите, я почему это все говорю? Что делают обычные кремы? Обычные кремы работают с эпидермисом, они смазывают, склеивают эпидермисом и немножко помогают, вот, как бы, убрать вот этот вид шелушеной кожи. Ну, наша задача с вами, наша задача с вами работать с дермой. И в этом огромное преимущество продукции в компании РСАК, потому что практически все наши кремы трансдермальные, то есть они проникают в дерму. И вот в этом уникальность, и в этом вот я нашла вот такой огромнейший плюс. Так. Так, дальше у меня механизм увлажнения, но это вроде чуть попозже. Если я успею, то я вам так, потому что там слишком замудрена. Давайте я вернусь к тому, что мы с вами вот на чем остановились. Вот смотрите, понятно, что для каждого типа старения теперь будут свои кремы, да? И понятно, что если вы любите забирать, то вы себя разрушаете. И, кстати, вот, если ваши дети, там, ваши внуки, хотя бы, ну, или даже мы сами в детстве хотя бы один раз обдорили, вы знаете, помните, вот мы-то никто с нами не следил, мы обдорали прям до просящей корочки, потом не знали, как спать, лежать, и вообще стояли вот так в сметане все, да? Наши заветные. Вот это все может обернуться во взрослой жизни раком кожи. И это вот действительно так. Поэтому, смотрите, вот я сейчас еще раз возвращаюсь, возвращаюсь вот к нашему ежедневному уходу, который мы можем подобрать себе правильно в домашних условиях. Итак, мы с вами еще раз очищаем кожу утром и вечером, тонизируем утром и вечером, крем для глаз, для наших глаз утром и вечером, и дальше у нас начинается вот именно та программа по восстановлению кожи, которая необходима для молодости. Вот смотрите, также биологические часы, они нам дают, что мы утром делаем. Мы кожу максимально должны защитить от солнца и от всех внешних агрессоров, от экологии, от выкладных газов, от всего. Мы должны ее защитить. А вечером мы должны ее что? Восстановить. Восстановить. Ночью наш организм восстанавливается. И вместе с ним и кожа. Поэтому средства у нас будут разные. Итак, если вы обгораете на солнышке или любите просто загорать, вам обязательно нужна сыворотка плюс С. Сыворотка плюс С. Почему? Вообще витамин С у нас с вами не аккумулируется, не вырабатывается в коже. И поэтому мы его бесконечно с вами пьем вовнутрь. Это мощный антиоксидант, ловушка для свободных катикалов как раз, который вот ей помогает разрушать иногенном уровне наш организм. И вот витамин С, когда мы с вами пьем вовнутрь, и когда мы его с вами используем на коже, то, что он делает. Он восполняет, восстанавливает клетку на уровне ДНК. Он восстанавливает мембрану клетки после ультрафиолетового излучения. Поэтому летом обязательно используем на ночь. На ночь, именно на ночь. Витамин С что еще делает? Он делает нашу кожу более светлой. Да? Выравнивает он кожей. Он заставляет в коже вырабатывать коллаген в режиме молодого возраста. То есть он стимулирует выработку коллагена витамин С и делает его таким более стабильным, да, в коллаген. Вот. Поэтому нужен вам витамин С? Да. Обязательно. Дальше. Если вы все же, если вы все же обгорели, неважно, какой у вас стим старения, неважно, какой у вас стим старения, если вы все-таки загораете, если вы садоводы, а все наши садоводы сверху попой, да, всякие стоят на огородах и загорают у них все. Любой участок, не обязательно лицо. Если у вас спина обгорела там, нога, попа, что угодно, если у вас обгорело, значит вы уже запустили вот этот процесс разрушения в своем организме. Что нужно сделать в этот момент? Для этого у нас есть потрясающие средства, которые будут восстанавливаться. Конечно, если вы прямо обгорели, у вас температура, прежде всего вам нужно использовать противовоспалительный средств. А для этого у нас есть с вами что противовоспалительный? Волокое донор. Нет, подождите, вовнутрь, вовнутрь прополис. Да, обязательно начните пить прополис. И обязательно, если вы обгорели, вам нужен пикногенол. Это корын сосновый. Вот, поэтому протек 20, если вы обгорели, протек 20. Вообще летом пейте его, все время летом пейте. Чтобы вот эту защитную функцию кожи тоже укрепить, чтобы она была более защищенной, чтобы она не так быстро реагировала на ультрафиолет и не отжигалась, не разрушалась. И, конечно же, летом обязательно я вам очень рекомендую гель для туши с сосновой корой. Все время им пользуйтесь, потому что он потрясающий. Он как раз снимет вот этот удожок, отчаянно с болением. И, конечно, я вам очень рекомендую крем с сосновой корой. Вот эти вот три препарата, протек 20 в любом виде. Крем с сосновой корой и гель для туши с сосновой корой. Это просто вот такой чинаш должен быть в каждом доме, если вы хотите, чтобы ваша семья была здоровой. Если вы любите загорать. Дальше. От солнышка. Понятно, да? Если вы с вами еще на ночь на кожу, на лицо, кстати, на лицо девушки, лицо женщины, начинается от виния роста волос и заканчивается... Ну, я бы сказала другое слово, но здесь много мужчин не будет. Поэтому все средства, которые мы подбираем для лица, обязательно используйте на шею, декольте, и прямо на груди. Дальше. Это мы использовали на ночь. А теперь давайте снова по типам старения. Вот смотрите, увлажняющий или питательный крем для мелкоморщинистого типа или для деформационного типа будет отличаться? Да. Поскольку у нас здесь, смотрите, такая плотная подкожно-жировая клетчатка, да, здесь хорошо выделяется кожный жир, но это не значит, что здесь много влаги. Смотрите, влага и жир – это разные вещи для кожи, да? Это как питье и еда. Вот очень часто даже у такого типа старения или, допустим, у жирного типа старения может быть кожа обезбоженная. Вот. Поэтому нам питье, 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 питье. И у нас с вами в компании есть прекраснейшие увлажняющие кремы, которые будут напитывать каждую клеточку. И я вам очень рекомендую в летний период именно деформационному типу старения крем с черным дмином. Почему? Потому что, во-первых, в нем есть подорожник, и он прекрасно убирает излишнюю воду из межклеточного пространства. То есть вот эти отеки у вас будут меньше. Лицо будет постепенно, через 8 недель регулярного использования крема черного тмина и крема сосновой горой, через 8 недель у вас на 64% снизятся отеки. То есть лицо станет более аккуратным, более легким, не таким тяжелым. Почему? Вот эти два крема просто вот тоже как очень наш к деформационному типу старения. Вот у меня усталый тип старения, я их тоже оба люблю, тоже. Но я сейчас скажу и для усталого типа, почему я их только позже пользуюсь. Вот смотрите, здесь у нас черный тмин, да, это прекрасный... Вот, господи, дезинфектор, да, черное тмин у нас тоже все такое убирает, ненужное все воспаление снимает. Вот, подорожник, он выводит воду, и здесь количество масел, изложняющих огромное количество, вот именно в этом креме здесь и макатарное масло, и тут есть и ромашка, есть и конский каштан. Амзонский каштан, кстати, укрепляется кровеносные сосуды, а летом, когда они нарушают этот сон, что это нам просто необходимый ингредиент. А попробую аккордный? Можно. Можно? Да. Вот уникальность этих кремов... Вот, посмотрите, крем с воровой и крем с черным тмином, они имеют такую легкую консистенцию, они эмульсионные такие, они не плотные, да, как крем. Взять этот крем, это как эмульсия такая легенькая, взбитая, поэтому в тонкой кожи вокруг глаз его выдержат. Единственное, что вокруг глаз вы, вот есть у многих привычка, вот, когда у нас сюда наносить, вот, ни в коем случае, да? Все кремы и для глаз, и вот такие эмульсионные кремы, они обладают текучестью высокой. И если вы их близко нанесете, и он у вас затечет под слизи, то у вас будет раздражение, теку, скажите, фу. А надо просто по хосточке, пальчикам, безымянный, безымянный пальчик, он самый безударный, и не нанесли крем, и вот этим безымянным пальчиком, не растягивая кожу, вы аккуратненько крем втоптали. Вот и без лоджи. А? Нет. Лоджи, он плотный очень. Он достаточно плотный, он очень крутой крем, там высококлассные пептиды. Давайте посмотрим про кожи. Сейчас. Так, мы пока про деформационный тип, да? Значит, что нам вечером деформационному типу нужно? Крем, вернее, сыворотка. Кстати, я не сказала, почему сыворотка, с чем нам нужны сыворотки. Сыворотка – это мощный спецназ для нашей кожи. Это такая мощная артиллерия и точечная, да? Для кожи, вернее, даже не удар, а наоборот, восстановление кожи. То есть, если в обычных кремах, в обычных кремах у нас с вами питательных и необходимых микроэлементов от 5 до 15%, то в сыворотке до 70%. А в средствах компании РСА, в наших кремах, 50% необходимых микроэлементов, нужных, которые глубоко проникают и работают с нашей кожей. А здесь, ну, практически 95%. То есть, я такого состава, ну, честное слово, не встречала нигде и никогда. Уникальнейший, просто кладезь всех микроэлементов, необходимый для восстановления молодости вашей кожи. Это только в СЭК. Нет, нет, нет. Чисто, да. Нет, любая сыворотка – это уже кладезь. Ой, нет, не могу. Помогите. Так, ладно. Следующая сыворотка. У нас всего пока две сыворотки. Я вам очень жду третью. То есть, у нас уже отрекламировали сыворотку с коллагеном, да? Отрекламировали. Я прям ее очень-очень жду, потому что вы понимаете, коллаген, да? Коллаген – это представляющий нашей молодой, красивой, другой кожи. И коллаген нам нужен для суставов и для всего. То есть, то, что делает вас молодыми, гибкими, пластичными во всем. Вот. Поэтому я очень жду коллаген внутрь, который мы будем смотреть, и сыворотку из коллагена. А это у нас сыворотка с гиалуроновой кислотой. И это, конечно, гиалуроновая кислота – это лучший увлажнитель 21 века. Гиалуроновая кислота может удерживать влагу. Вот одна молекула, 1 грамм, вернее, гиалуроновой кислоты, может взаимодействовать с килограммом воды. То есть, вот до тысячи раз он может взаимодействовать. То есть, вот такое, так он может удерживать. И поэтому, что такое влага в коже? Вот я вам тоже еще не рассказала, но еще, простите, немножко лимбезом. Чуть-чуть. Но вдруг вам пригодится, вдруг вы будете больше понимать, как это работает увлажняющий крем. Смотрите. Вообще, наша кожа – это такой потрясающий орган, который саморегулированный орган. И у молодой здоровой кожи, я повторюсь, влаги в коже до 20% в родовом слое. То есть, если влаги достаточно в коже, она сама между собой распределяется между каждым слоем. Под кожной жировой перчаткой, дермоэпидермис. В эпидермисе дается примерно 20%. И чем кожа старше, чем она больше разрушена солнышками и другими ввесорами, то, если остается уже 10% влаги в кэпидермисе, то кожа выглядит шершавой, старой, дряблой и так далее. И вот поэтому наша задача, что? Увлажнить, напоить ее. Как мы ее можем? Конечно, мы можем изнутри. Но если ресурсов внутри уже не хватает, мы должны сделать это снаружи. И гиалуроновая киплота, это то, что нам даст то необходимое питье, то увлажнение, которое поможет коже восстановиться. Почему? Гиалуроновая кислота нужна и утром, и вечером. Но утром она нам нужна для того, чтобы сохранить энергию в коже на целый день. Именно энергию, чтобы она не дрябла, не обвисала, а вот эту влагу помочь сохранить. Повторюсь, что это мощный спецназ, который помогает удерживать влагу в коже и, естественно, в норме все коллагеновые волокна содержать. То есть количество гиалуроновой кислоты даст нам упробность кожи.